Всем привет! Это Мэтт Лакас Ченнел. Вы смотрите 66-ю, кажется, серию прохождения игрушки ЗЕС Повелитель Олимпа. В этой серии мы будем отстраивать нашу колонию, так как она у нас называется. Тараса у нас называется. Или Тара сокращенно. И, собственно, вот. Задание на эту миссию у нас провести поиск. Для этого нам нужно будет призвать героя, чтобы он там что-то сделал, выполнил квест божественный и правление городом Одесса. Давайте посмотрим, где он тут Одесса находится. Так. Одесса-то где? Так. Чего-то его не могу найти. Олимпия, Спарта, Карин, Фермопилы, Эритрия, Марафон, Афины, Делос. Одесса нету, короче. Видимо, он еще не появился. Видимо, как только он появится, нам придется его захватить. Ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще на карте находится. Короче, большая часть карты... Да. Больше, чем 50% занято водой. Море, значит. Так, что у нас здесь есть? Рыбное место. Мы здесь можем рыбу добывать. Много довольно полей, которые расположены на островах. Здесь у нас кабанчики. Кабанчики это... Кабанчики это всегда хорошо. Так, далее... Здесь вот непонятный остров. По-моему, мы особо зимой ничего не сможем сделать. Здесь у нас волочки. Так, здесь опять кабанчики. В принципе, понятно. Так, еще можем, конечно, жилища строить. Что здесь у нас есть? Домики виноградников. Виноград. Отлично. Овчарные овцы. Рыбный промысел. Охотничьи домики. Хорошо. Из мастерских мы можем... Это скульптор, маслобойный, винокурня. Так, а мы можем выращивать масла? Нет. Масла мы выращивать пока что не можем. Так. Мы можем построить дворец и собирать налоги. Это хорошо. Мифология. Святилище Артемиды. Крепость Ореса. Вот, возможно, они нам понадобятся. Если мы захотим завоевать Одессу. Так, что здесь еще? Конюшни. То есть, мы можем, в принципе, по полной развить наши войска, если у нас будут когда-нибудь. Так. Ну и, видимо, все. Так. Давайте подумаем, где нам развить наш первый квартал. Потому что здесь места у нас не просто очень мало. Так, вот это немножко кривая дорога. Портит во мне. Мешает моим перфекционистским чувствам. Что называется. Так, давайте вот ее так распрямим. Ну и где-нибудь здесь начнем строить первый квартал. Что еще делать? Так. Я слишком долго рассуждал. Нам без еду как бы завезли. Придется отстрочить. Немножко отстрочить. От еды я, конечно же, не откажусь. Но, видимо, с этим надо чуть попозже. Давайте сразу же где-нибудь здесь вот расположим наши складские помещения. Чтобы успеть это все сохранить. Так, давайте амбар поставим. И давайте склад один поставим. И поставим контрольную службу, чтобы здесь ничего не развалилось. Так, это уже совсем не из карты. Ну да ладно. Так. Теперь вернемся к постройке нашего квартала обратно. Да, нужны рабочие. Кто бы мог подумать. Так. Так. Возможно, этим немножко не понравится, что здесь рядом амбар. Но ничего. Здесь все будет, по-моему, в тесноте находиться. Так. А гору давайте поставим. И будем продавать еду нашему населению. Так. Из памятников у нас ничего нету. Поэтому давайте пока зальем здесь парком. Далее. Нам нужно поставить из дома первой необходимости. А именно контрольную службу, фонтан, лазарет. Ну, как обычно. Стрежевой пост. Хорошо. Так. Вот эта вот возвышенность, она мне... Я могу сюда дворец запихать? О, дворец сюда помещается. Прямо ровно. Возможно, эта возвышенность специально для этого и была создана. Ну, потому что здесь места у нас и так очень мало. Пусть здесь лучше располагается дворец. Почему бы и нет? Кстати, насчет храмов. Возможно, от храмов придется отказаться. Потому что здесь тесновато и непонятно, где вообще это все строить. Так. Давайте дворец поставим. Вот сюда вот. Для того, чтобы он собирает налоги. Так. Угу. Контрольная служба. Я не знаю, дворец может развалиться. Случайно или нет. Но на всякий случай поставим. Так. Здесь давайте так сделаем. Так, так, так. Здесь на всякий случай вдруг мне порт понадобится. Я как-нибудь вот так вот лучше сделаю. Так. Здесь поставим так. Здесь, возможно, будет еще один квартал. Чуть попозже. Так. Лес мы сбриваем. Все равно мы его не можем срубить. Да, у нас нечем рубить. Такие здания не изучены в данной компании. Поэтому мы... До заданий ты заслужишь мое расположение. Так, отлично. Нам дали задание. Нужно достать каких-то коней Диамеда. Пум-пум-пум-пум. Коней Диамеда. Они едят человеческое мясо. Какой кошмар. Ладно, для этого... Да что такое? У меня опять некогда пшеницу складывать. Что за... Окей. Все тоже окей. В чем проблема-то? Почему вы не хотите складывать пшеницу? А, или может быть просто работников нету? Вот какая вот... Неудача-то. У нас работников не хватает. Поэтому здесь никто не работает. Они не могут принять товар. Ну ладно. На следующий заход. И думаю, наконец мы сможем принять их. Все эти товары. Так, а пока что мы неспешно здесь все соединяем. Так. Так. И вот так вот. По-моему, так вот будет довольно хорошо и красиво все. И я теперь могу себе даже позволить собирать с этого квартала налоги. Вот. Вот. Прямо вот. Самый уголок карты я поставил на налоговую службу. Я даже не могу прокрутить. Не получается. Но, тем не менее. Так. Давайте немножко увеличим скорость. Нет. Давайте побольше увеличим скорость. До 90%. Так. Народ идет. Заселяется. Так. Что там? Недолго отсрачивать. Отсрочивать. Так. Ну, по крайней мере, здесь один работник появился. Это уже хорошо. Население 100 людей. Замечательно. Отлично. Отлично. 20 мотков пряжи. Замечательно. Вообще чудесно. И, видимо, чтобы нам здесь хватало работников, нам надо будет один или два квартала построить. И потом развивать их просто по полной программе. Чтобы туда помещалось как можно больше людей. И все работало. Так. Ну, ладно. Как минимум нам нужно здесь вот их. Пум-пум-пум-пум-пум. Здесь вот немножко полей у нас плодородных есть, конечно. Но, не знаю, стоит ли их использовать. Вот эти вот поля, по-моему, нужно однозначно как-то использовать. Еще что-нибудь на них выпасать там. Здесь у нас кабанчики живут. Может быть, стоит их на них поохотиться. Чтобы подобывать еду. Вот на этих, по-моему, точно стоит поохотиться. Что у меня? О, безработные появились. Давайте я на них поохочусь немножко. Что-то мне там говорили, что одного или двух охотничьих ребенок будет достаточно. Давайте два поставим. Контрольная служба. И... И все. Ух. Короче, громко они слишком убивают их. Так, еще я могу здесь, конечно... А, позвольте. Я здесь не могу выращивать пшеницу. Всякое такое. Могу только виноград выращивать. Домики садовников. Все такое. Но зато я могу обеспечить себя рыбой. Так, что-то у меня... Безработные 28%. Большая безработица. Самое время их отправить. Убывать рыбу. Например, здесь. Штуки три давайте построим. Так, и там даже можно дальше продолжить. Если что. Вдруг. О, отлично. Оливки появились. Короче, нам помогают все. Пум-пум-пум. Кому не лень. И так далее. Хорошо. Я не против. Так, у меня есть запасы оливок. Запасы шерсти. Еда у меня что-то уже немножко заканчивается. Ну да ладно. Так, давайте я увеличу количество складов. Я бог войны. И поклоняйся мне. И мои солдаты защитят тебя. Так, Хорест пришел себя рекламировать. Здесь вот еще одна возвышенность. Довольно интересно. Может на ней тоже можно будет что-нибудь расположить. Может быть храм поместится. Потому что место здесь нам нужно экономить. Так, ладно. Что там у нас? Четыре работника требуется. Ну сейчас вот нормальный баланс в принципе. Что вам нужно для дальнейшего развития? Вам привлекательность. А вам нужны культурные места. Так, культурные места. Да, давайте я вам построю культурное место. Так, и возможно вот здесь вот все остальные в этом закоулке культурные места можно будет разместить. И все в принципе будет хорошо. Так, запас пищи на 10 месяцев. Неплохо, неплохо. Так, а мне тем временем нужно построить зал героя для Геркулеса. Может быть мне его построить где-нибудь? Где-нибудь давайте здесь построим. Насколько я помню, ему там нужна куча развлечений. Да, для героя отличные традиции. Значит его нужно всего обстроить культурными зданиями. Греческие игры как-нибудь сами выиграются, я думаю. Население и вино. Так, вино. В принципе вино у нас есть все для того, чтобы его производить. Так, ну вдруг кто-нибудь тоже его производит. Так, давайте по союзникам пройдемся. Так, противник Марафон производит вино. Противник Делос производит виноград. Так, здесь у нас еще есть Финикия. Союзник. Так, так, так. Марафон противник. Ритрия противник тоже вино производит. Короче, нам придется все-таки вино производить самим. По-хорошему. Плохому, для того, чтобы получать вино, нам придется кого-нибудь заевать. Но это долго и вообще лениво как-то. Так, давайте выберем остров, на котором мы начнем развивать наше виноградное хозяйство. Давайте вот на этот островок перекинемся. Так. Проведем ту дорогу. Так, хорошо. Чудесно. Население 500 людей. Хорошо, нам нужно полторы тысячи, для того, чтобы призвать дырку леса. Так, давайте даже вот так вот произведем. Давайте здесь домик смотрителя. Так, домики садоводников, садовников, садоводников, подводников, садоводников. Так, виноград. Вот так вот произведем, давайте построим. Вот так вот давайте построим. Так, я сейчас ненадолго отойду, потому что кошка не отстанет от меня. Она здесь пищит. И скоро вернусь. Так, я вернулся. Ну, кто не в курсе, там вот. У меня здесь есть дом у кошка. Она здесь внезапно оказалась в моей комнате. Я в этом не знал. Вылезла из угла. И чтобы выйти, она начинает пищать и просить открыть дверь. И пока не откроешь, она не прекратит. Так, ну, сейчас с этим вроде разобрались. Так, что здесь у нас? С рабочими ситуация, в принципе, уже неплохая. Так, возможно, зря я здесь довольно так сильно застроил всем. Давайте вот так вот. На всякий случай здесь может быть еще один домик садовника. Можно будет примкнуть. Ну, даже два, по-моему, с двух сторон. Если мы вдруг захотим расширить производство. Хорошо, чудесно. Что вам для дальнейшего развития? Вам нужна шерсть. В принципе, можно было бы вот этих вот товарищей по краям тоже немножко развеселить. Дополнительными украшениями. Например, давайте их так вот колонной облагородим. Конечно, самый лучший вариант это... Клоняйся мне, беглец. И карающая лисица богиня настигнет всех твоих недругов. Так, Артемида с выпученными глазами. Себя рекламирует. Я говорил о монументах. Здесь монумент гораздо круче поставить. Но у меня пока монументов нету. Поэтому, увы и ах. Так. Немножко безработных появилось. У меня здесь шерсть валяется, конечно. А я хочу свой виноград перебразовывать в вино. У меня уже откуда-то виноград появился. Видимо, первый урожай. Хорошо. Так, виноград когда вообще созревает? Он созревает в октябре. Только что был октябрь. У меня здесь целых 3 единицы винограда появилось. И надо бы это переработать. Но для этого нужны рабочие силы. Давайте я поставлю торговство шерстью. Чтобы он шерсть продавал, которая у меня есть. А для дополнительной шерсти, возможно, мне стоит развить свое собственное шерстяное производство. Так. И у меня есть еще оливки. Оливки тоже было бы круто перерабатывать в оливковое масло. Конечно же. Так. О, давайте сюда поставлю. Отлично. Ага. Так. Здесь я отцеплю регион. И здесь давайте устроим шерстяное производство. Чтобы вот эта вот шерсть, которую нам подарили, чтобы она не так быстро ушла. 12% безработных нормально. Пока жить с этим можно. Овчарни. Давайте я построю вот так вот три штуки. И выпущу овец. Сюда. Сюда овец. Сюда овец. Все. Все овцы выпустены. И потом, если что, можно будет расширить производство. В принципе, пока все нормально. Можно даже поставить дополнительных складов. Парочку. Что там? 43 безработных. 31 безработных. Сейчас безработица, конечно, получше. О, наверное. Имеет смысл перерабатывать, например, наши оливки в оливковое масло. И наш виноград в вино. Так. Мастерские. Масло Бони. Давайте две штуки поставим. Винокурни тоже две штуки поставим. И к ним еще приставим контрольную службу. Нам внезапно нужны рабочие. Ну, ничего. С этим мы скоро разберемся. Этот квартал мы все еще можем улучшить. Так. Например, дополнительными культурными местами. Так. Давайте попробуем сюда упихать театр. Театр. Вот, отлично. Театр поместился. Это меня радует. Так. Еще нам нужна школа драмы. Для дальнейшего развития. Так. И как раз вот диагонально напротив. Диагонально напротив вот этой вот контрольной службы поставлю другую. Меня РС опять перебил немножко. Ну, ладно. Так. Хорошо. Пока что все работает неплохо. Тьфу, тьфу, тьфу. Единственное, что у меня вот деньги, конечно. У меня денег достаточно много. У меня было на начале миссии где-то 20 тысяч. И 7 тысяч я уже спустил. Поэтому, наверное, имеет смысл задуматься наконец о том, откуда бы мне добывать дополнительные прибыли. Потому что я пока что только собираю налоги. Но на налогах далеко не уедешь. Поэтому что-нибудь, что мы производим, можно кому-нибудь продавать, например. Так. Мы производим вино, шерсть. Что мы еще производим? Ну, в принципе, мы производим только вино и шерсть. Еще мы, конечно, производим рыбу и мясо. Посмотрим, кому мы это сможем сбагрить. Так, давайте. Финикия. Хочет купить шерсть. Хорошо. Шерсть у нас есть куда продать. А мрамор мы, к сожалению, не производим. Вино можем продать Каринфу. Отлично. Это противник. Это противник. Противник. Это противник. Почему-то у меня здесь вот... А! Оранжевые точки, я здесь просто могу к ним послушать, добраться. А вот синие точки, это торговые пути. И, по сути, я могу торговать только Каринф, Спарта, Олимпия и Финикия. Но смысл торговать у меня есть только с Каринфом. А, ты фу ты, блин. Голубые точки, это морские пути. А, оранжевые, это сухопутные. Они просто идут, вот так вот заворачивают. Здесь вот два пути. Один идёт в Спарту, другой в Каринф. В Олимпию морской путь. И Финикии тоже морской путь. Хорошо. Нам есть смысл торговать только с Финикией, чтобы шерсть продавать. И с Каринфом, чтобы продавать ему вино. Хорошо. Так, а что у нас ещё есть? У нас ещё есть цех скульптора. В принципе, хорошая идея была бы закупать у кого-нибудь, опять же, бронзу. Я сейчас ищу, кто бронзу продаёт. Вот, Финикия бронзу продаёт. Для того, чтобы производить скульптуры и сбаггровить их, например, в Каринф. Вот, отлично. Сразу две схемы, довольно прибыльные. И они охватывают только Каринф и Финикию. Вот, давайте к ним порты построим. Для того, чтобы можно было наладить торговлю и всё такое. Так. Финикия. Давайте сюда привинтим порт. Хорошо. Ещё давайте... Торговый пост Каринф. Отлично. Так. Ну, для начала, мы можем что-то начать, конечно. 50 рабочих требуется. Нам нужно дальнейшее развитие. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно. Что вам нужно для дальнейшего развития? Вам нужно оливковое масло. Оливковое масло у меня, в принципе, есть. Оно производится из оливок. Ну, идеально эти оливки ещё дополнительно закупать. Так. Придётся, наверное, откуда-то оливки закупать. С одной стороны. Вот, Олимпия продаёт оливки и оливковое масло. А с другой стороны, она мне платит 10 оливок, да, не в год. Поэтому, возможно, мне для одного квартала-то уж хватит оливкового масла для всего этого безобразия. Поэтому давайте просто текущее масло им продадим. И потом посмотрим, что у нас будет. Если вдруг масло у нас закончится, это не так страшно. Если вдруг у нас у нас закончится еда или шерсть. А вот с шерстью я бы немножко подождал. Вот, как раз опять нам прислали оливковое масло. Всё чудесно. Пока что всё хорошо. Всё такое. Так. Я жду, когда у меня количество рабочих увеличится немножко. Так. И, по-моему, скоро мы сможем поставить монумент, потому что у меня будет тысяча людей в моём городе. Я бог войны. И поклоняйся мне, и мои солдаты защитят тебя. Бог войны. Б-б-б-б. Это попозже. Это когда Одесс проснётся. По-моему, Одесса ещё нигде не появился. И мне нужно его отвоевать. А пока что, давайте сосредоточимся, например, на Геркулесе. Ему нужно 32 амфора с вином. Короче, Геркулес — это у нас тот ещё алкоголик. Так, так, так. Сейчас следующая схема. Я хочу накопить рабочих, чтобы мне было побольше. Потом построить цехи скульпторов, и начать закупать бронзу, перерабатывать в статуи, чтобы их продавать. Потом, когда у меня накопится побольше шерсти, и когда я вино отправлю в Геркулес, вот 32 штуки, я смогу продавать уже лишнюю шерсть, излишки и излишки вина. Так. Тем временем, кое-что так потихоньку развивается. Народ, кажется, должен приходить, но что-то он не приходит. Народ, и где? Так, вам нужна привлекательность. Вам тоже нужна привлекательность. Ох. А для этого мне нужны монументы, чтобы без лишней головной боли, конечно, всё это устроить. А у меня появится кто-нибудь тысяча людей жить. Так, но пока у меня тысяча людей не живёт, нужно с этим что-то придумать. Так, квартира. В ней помещается 40 жителей. Давайте наш маленький квартальчик увеличим на один домик. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, торговцы здесь идут мимо. Ну, хорошо. Пусть идут. Идут, бредут. Бредут. Так, еды достаточно. Вино. Вино. Давайте пусть вино здесь вот накапливается. Давайте даже всё остальное отключим. Здесь просто будем накапливать вино. Просто так, чтобы остальное у нас по странствам не засорялось. Вообще, по-хорошему, надо бы все эти склады сделать так, чтобы они хранили соответствующие вещи. Так, давайте здесь у нас шерсть будет храниться. Хотя нет, я передумал. Давайте здесь лучше будет виноград храниться. А шерсть пусть будет храниться здесь. Вот. А всё остальное пока будет храниться в одном этом складе, складу, складе. Так, так, так. А, спарта. Ладно, придётся выступить с вином, который мы проследили. Осталось 3 единицы. Бывает. Но, по идее, сейчас вот у нас куча... Я бог войны! И поклоняйся мне! И мои солдаты защитят тебя! У нас будет сейчас куча винограда. Скоро, в октябре. Так. Так, так, так. Может быть, мне сделать всё пусто? Пусть здесь только виноград лежит. Окей. Всё, пусть я не несёт. Туда только виноград складывают весь. Ага. Так. Домик. Ты чё? Так. Ему опять не нравится привлекательность. Давайте его колоннами обгородим. Я сейчас мечу в тысячу. Мне нужно тысячу людей в моём городе. Чтобы я мог поставить здесь монументы, чтобы мои дома дальше развились. Конечно, более здравая мысль была бы, например, ещё один квартал отстроить. Но чё-то мне лениво. Она очень лениво. Может, здесь ещё куда-нибудь один домик поставить. 984. Ладно. Раз вы такие, давайте я вам поставлю рубный пруд. О, тысяча людей. Я могу поставить монумент. Замечательно. Так, сейчас главное будет домики не убрать лишние. Так, что там было? А, оливки у меня пришли. Окей. Монумент населения. Чудесно. Вот, теперь всё развилось. Всё чудесно. Сейчас к нам придут куча рабочих. Мы сможем поставить... Давайте сразу же поставим цехи скульпторов. Две штуки. Будем закупать бронзу. И будем продавать статуи. Наше благосостояние поднимется. И начнём разбираться с залом героя для Геркуляса. И вот так вот. Можно даже, наверное, побольше поставить эти... Винограда Давилен. И так далее. Ну, а тем временем, наверное, время данной серии подходит к концу. Я на этом и закончу. Всем спасибо за внимание. И до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.